Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Сегодня традиционный для понедельника вебинар правильный понедельник, мы его проведем в 16.00 по московскому времени. Если есть возможность, друзья, найдите время, присоединитесь, будет возможность задать вопрос в прямом эфире, с большим удовольствием на него отвечу. Ну что ж, мы продолжаем говорить о основных глобальных тенденциях, которые сейчас складываются на финансовых рынках и, пожалуй, главное, на что сейчас стоит сделать акцент, это на тот разворот доллара, который произошел. И опять же, хочется потише сказать, чтобы не накаркать, очень рассчитываю на то, что коррекция, которая была по индексу американской валюты, это как раз то, что приведет нас, продавцов, ну меня, по крайней мере, я думаю, что многие из вас также разделяют аналогичную точку зрения, приведет к доллару к тем значениям, которые, в принципе, для него являются более обоснованными и достойными. Это уровень 90 и ниже. И на данный момент для этого на финансовых рынках складывается все. В частности, по баксу, индексу долларов, который сейчас котируется на отметке 92.25, мы продолжаем следить за доходностью американских облигаций. Они снижаются, ставка уже 1,65%, а сегодня теряют 0,66%. И, в принципе, прессинг на данный параметр долгового рынка США, он держится уже несколько недель. Напомню, что ранее, когда практически десятилетки уперлись все в показателе 1,8%, Citi, Bank of America делали прогноз, что выше рынок не пройдет. Потому что те экономические условия, которые сложились, связанные там с разгоном инфляции, ожиданием того, что произойдет с американской экономикой дальше, позволяли больше делать акцент на прогнозы, связанные с снижением доходности трежи и последующим ослаблением курса доллара. В конце прошлой недели у нас на радарах, скажем, был индекс цен производителей. Напоминаю, что для кого-то может показаться, этот отчет не имеет какой-то смысловой нагрузки. Но это не так. Индекс цен производителей – это одна из основных компонентов инфляции. И поскольку очень много идей у нас на финансовых рынках сейчас завязаны на том, что бешеные, колоссальные по масштабам экономические стимулы приведут к разгону инфляции в США, мы должны сейчас находить на финансовых рынках как можно больше индикаторов, указывающих на то, что инфляция реально начинает, продолжает расти. И в Штатах этих индикаторов очень много. Кстати говоря, на этой неделе во вторник, по-моему, выйдут данные по индексу потребительских цен, где мы ожидаем очередного обновления многомесячных максимумов. По индексу цен производителей в марте рост составил 0,7%. Это серьезная прибавка за один месяц. В годовом выражении мы видим уже цифру 4,2%. Это многолетний хайп, друзья. Это доказательство того, что индекс потребительских цен в Штатах – общий показатель инфляции – окажется гораздо выше 2%. И напоминаю, что в таких условиях, конечно же, логичнее всего поставить на то, что Центральный банк будет бороться с ростом инфляции посредством ужесточения денежной ковидной политики. Много раз я вам говорил, друзья, если бы ФРС подтвердил такую позицию, и мы бы ждали, что сейчас произойдет этот скачок индекса потребительских цен, и тут же последует риторика отказа от мягкой экономической политики посредством сокращения программы количественного смягчения и постепенного повышения краткосрочной процентной ставки. Но у ФРС фактически каждую неделю есть возможность заранее нас подготовить к тому, что что-то может измениться в денежно-кодительной политике, но ФРС этого не делает. Это доказывает тот факт, что политика американского регулятора не изменится, друзья, в перспективе ближайших пары лет. Поэтому отсутствие ужесточения денежной ковидной политики на фоне роста инфляции – это главная идея, почему я продолжаю топить за большую слабость американского доллара и пытаюсь обосновать вам с позиции экономики, с позиции должного эффекта такого новостного фона именно на американскую валюту. По экономическому календарю на этой неделе, как я уже отметил, завтра ждем данные по инфляции, по штатам. В среду состоится очередное выступление Павла. Вот увидите, во время его выступления мы снова будем констатировать, точнее после его выступления, мягкую риторику, которая транслируется уже на протяжении многих месяцев подряд. И ничего не изменится в его словах. Надеюсь, что те из вас, кто сомневается, все-таки после какого-то, не знаю, ну может быть даже следующего, может быть еще через какое-то время, комментария Павла о том, что ставки останутся низкими, все-таки поверит ему и на основании этого скорректирует свое отношение к доллару, поставив на его оснижение. В четверг хроничные продажи, тоже интересно посмотреть на активность американских потребителей. Но в целом, если говорить о тенденции макроэкономических отчетов последних недель, я думаю, что цифры вряд ли разочаруют. И даже вот на основании этого, друзья, если макроэкономическая картина все-таки улучшилась в Штатах из-за очень эффектной, масштабной и эффективной программы вакцинации, то почему бы нам сейчас не поработать с рисковыми инструментами, а не с долларом. Тем более, что на фондовом рынке мы с вами прекрасно зарабатываем. На S&P сделали цель. Сейчас индекс S&P котируется выше 4100 пунктов. Потом заработали на NASDAQ и снова открыли повторно лонг, и NASDAQ растет 13800 пунктов. Практически наша цель 14000 пунктов. Dow Jones, который также у нас в лонгах обновил в ходе прошлой торговой сессии, исторический хай. Сейчас котировки 33578 пунктов, 32000. Соответственно, ждем еще выше. Другие идеи. Австралиец против доллара 0.7605. Цель ближайшая 0.77. Друзья, тоже без изменений. На основании ожиданий снижения курса доллара я ставлю на укрепление позиции австралийского доллара, новозеландского доллара и фунта. По британцу сейчас котировки в районе 1.37, но снижение числа заболевших. Именно тенденция суточных фактов. Более 60% населения получило вакцину. Последний индекс активности производственного сектора в строительстве и в сфере услуг тоже, друзья, прекрасное значение. И, конечно же, на этой неделе не забывайте очередной этап смягчения карантинных ограничений. И вот на фоне всего этого я считаю, что второй квартал мы реально будем цепляться за сопротивление 1.40 и выше по паре британских фунтов против американцев. Евро против доллара здесь шорт сохраняется из-за ситуации с ковидом во Франции, Германии, Италии и Испании. Промышленное производство Германии, которое вышло в пятницу, ну, логично разочаровало из-за того, что локдаун действует практически уже три недели. Кстати, на контрасте с Англией в еврозоне только 10% населения получило вакцину. Сейчас, конечно же, пересматриваются прогнозы. Лучшую сторону, что вакцинация к июню достигнет 50-60%, но только в том случае, если люди согласятся прививаться астрозенекой. Но с этим большие проблемы. Поэтому по евро против американца я все-таки держу короткую позицию. Золото 1738. Друзья, после индекса цен производителей точно можно ставить на то, что инфляция завтра покажет серьезный прирост. И рассчитываю на то, что этого будет достаточно, чтобы снова поднять золото выше 1750. По нефти все без изменений. 63 доллара за баррель. Консолидация в узком диапазоне. Ждем движения выше за счет вакцинации в мировых масштабах, скажем так. За счет правительственной поддержки. Прогнозы Международного валютного фонда. Как вы помните, этот год может стать лучшим за последние 40 лет для мировой экономики, поскольку ожидается рост на 6%. Доллар-рубль 77,58. Здесь геополитические риски и вероятность новых финансово-экономических санкций для российской экономики берет вверх над всеми прочими факторами. Поэтому цель по паре доллар-рубль в районе 80. Не забывайте, что нефтянка, она сейчас по сути никак не влияет на рубль. И по нефти у нас другая точка зрения. Ну, по крайней мере у меня. Это ожидание роста выше 65. Я думаю, что эта цель будет реализована в самое ближайшее время. Еще один нюанс касательно доллара. Может быть, кто-то из вас, кто внимательно следит за новостным фоном, могли заметить довольно громкую статью, которая была опубликована в пятницу, о том, что со ссылкой на блубер, доля доллара в международных резервах стран сократилась до минимума середины 90-х годов. Сейчас составляет менее 60%. Ну, я полагаю, что доллар все меньше верит даже на уровне институционалов, скажем так. Ну, я, как вы знаете, в доллар также не верю. Друзья, хорошей вам торговой недели. Буду держать вас в курсе в последующих брифингах. Надеюсь, ничего не упустим. Всем хорошего дня!